Девчонки, всем привет! Получила два заказа. Заключительный заказ по 17 каталогу и маленький заказ первый по 18 каталогу. Что касается заказа по 17 каталогу завершающего, я бывает в последний день каталога открываю, начинаю листать и смотреть, что же я забыла заказать по акциям. И, конечно, нашлись такие товары и в этот раз. И начнем с того, что заказала я концентрированное средство универсальное для мытья полов и стен. Первый раз я его заказываю, у меня, представляете, были запасы предыдущего варианта. Поэтому этим я ни разу не пользовалась. Честно скажу, аромат мне его не понравился. По сравнению с предыдущим, мне почему-то напоминает этот запах перекись водорода. Ну, не знаю, это лично моя ассоциация. Он такого же зелененького цвета, как и был предыдущий. Ну, наверное, я одна такая осталась на всю страну, кто еще новые средства не попробовал, не протестировал. Но поскольку у меня закончилось мое все, мне больше мыть нечем, и я приобрела, ну, буду мириться с запахом, не знаю, каким образом. Ладно, это дело десятое. Все-таки я его использую не очень часто, и я думаю, что как-нибудь переживу. Дальше, что я заказала? Я заказала два вот таких подарочных набора. Здесь три крема для рук по 30 мл. То есть, это миниатюрки крема, поскольку у нас кремы для рук по 75 мл. Здесь меньше, чем половина одного крема. Но поскольку набор по цене консультанта очень-очень бюджетный, я взяла его на такие подарки, которые, когда уже шоколадку стыдно дарить, а что-то подороже накладно. Поэтому вот такой набор мне обошелся, по-моему, в 110 рублей в закупе. Ну, пусть какая-то там рублей 10 упадет с доставки на каждый набор 120 рублей. Это вообще нормальная цена для такого уже оформленного подарка. То есть, ты уже приносишь коробочку, а не что-то там просто так достаешь из сумки. Хотела посмотреть, что внутри, но не получится. С двух сторон, вот видно, да, здесь наклеен, все заклеено скотчем. И снизу то же самое. То есть, вскрыть, посмотреть не удастся, не смогу вам показать. Ну, и заказала вот такой подарочный набор кремов вербена. Решила подарить, попробовать свекровьи маме. Поскольку мама говорит, каждый раз, когда я ей дарю что-нибудь подороже, она на меня ругается и говорит, мне не надо такое дорогое, не дари. Мне подходит все, что угодно. Это действительно так и есть. И подходит вообще. И самые-самые дешевые кремы ей абсолютно. Она разницы не чувствует. Ну, вот решила подарить в этот раз такой набор. Поэтому я надеюсь, что ей понравится. Сколько очень только хорошие отзывы про крем вербена слышала, но сама не пробовала. Следующее, что я заказала, опять же, для себя. Это несмываемый кондиционер, вот такой двухфазный. Он у меня сейчас смешан. Здесь, когда он постоит, он хорошо отслоится и будет голубая фаза и бледно-голубая, такая светлая. У меня пользуется этим кондиционером дочь. Она каждый день плавает в бассейне и мыть волосы длинные каждый день неудобно. А когда она их намочит, то, соответственно, действие бальзама прекращается. И они начинают путаться на концах. И ее вот этот кондиционер очень-очень выручает. У нас он уже не первый. Я даже, честно говоря, не знаю, какой. Пятый, шестой, наверное, по счету. Спросила, надо-надо. Он, кстати, был по акции каталога и я ей его купила. Что я купила еще? Еще я на подарки купила вот такой каял. Я знаю, у меня одна девочка знакомая любит мягкие карандаши для глаз. И я ей обязательно подарю на Новый год. Он тоже у нас был по акции каталога и мне достался последний. Подарю и узнаю ее мнение. Для себя. Что же я купила для себя? Заканчивается у меня крем вокруг глаз. У меня сейчас платинум. Прям все последние деньки его наношу и больше нет. Решила заказать для себя серию Реноваж. Попробовать, во-первых, новую. Но у меня сравнить не с чем старую. Я не пробовала. И я уже, конечно же, раскрыла. Мне было очень интересно посмотреть, что же внутри. Давайте покажу вам. Вот такая вот пластиковая баночка. Открываю. Здесь никакой защиты нет. Здесь просто открывается вот такая пластиковая крышка. Первое, что мне не очень понравилось, это аромат. Он немножко такой прям парфюмерный. Для меня показался рисковатый. Я нанесла на руку. Ощущения очень приятные на руке. Сегодня обязательно... Ой, сегодня. Это же дневной крем. Завтра я попробую с утра этот дневной крем. И крем вокруг глаз. Отдушка у крема вокруг глаз мне показалась не такой навязчивой, не такой рисковатой. И мне надо будет, конечно, как-то с этой отдушкой мириться. Я надеялась, что она, может быть, будет... Вот здесь такой же носик. Вот посмотрим. Гелеобразный такой крем. Он не жирный, как мне показалось. Не очень плотный. Но на веках он будет немножко по-другому ощущаться. И свои впечатления расскажу вам в косметичке декабря. Насчет аромата. Менее резкий у крема вокруг глаз. И почему я захотела Ренаваш? Ну, во-первых, я прочитала хорошие отзывы про эту серию. Сейчас она еще и обновленная, то есть она улучшенная. И, честно говоря, теплилась надежда, что аромат останется, ну, может быть, хотя бы похожим. Но аромат не похож на те продукты, которыми я от Ренаваш раньше пользовалась. У меня был тоник. У меня в данный момент есть крем для шеи и декольте из предыдущей серии. Из предыдущей версии Ренаваш. И там запах, ну, просто божественный. Просто обалденный. Здесь вообще другой он даже близко не напоминает. Ничем не схож. И боюсь я, что буду его чувствовать. Не знаю, смогу ли пользоваться. Ну, время покажет. Тоже покажу вам его. Возможно, да, покажу в баночках. Ой, в косметичке. И еще что я заказала по предыдущему каталогу. Это вот такие пробники стиральных порошков. Для чего я их заказываю? Ну, во-первых, в поездке. Когда куда-то едешь и с собой, чтобы не отсыпать ни в какие мешочки, которые могут порваться, ни в какие баночки. Берешь вот такое саше и спокойненько его на ручную стирку хватает. Я не знаю, там раза на три, на четыре, наверное, постирать. А все, что открытое осталось, можно спокойно выбросить. И не жалко будет такое количество выбросить. В общем, и плюс ко всему я еще покупателям, которые на хорошую сумму делают заказ, кладу в подарок в качестве, ну, естественно, и пробника, кто еще не пробовал. Также я заказала еще и каталог один, на всякий случай, хотя осталось всего лишь одна неделя его действия. Ну, как-то стали у меня опять просить каталоги бумажные, я стала их заказывать, потому что какое-то время я их не заказывала. Вот это, в принципе, все, что я заказала по 17-му каталогу. Это был такой завершающий заказ. И сейчас перейдем к заказу по 18-му каталогу. Сразу же с первым заказом у нас добавляется каталог. Это уже 19-й каталог, это завершающий каталог этого года. Я обязательно сниму в выходной день на него обзор, расскажу вам новинки, расскажу вам акции, ну, и вместе полистаем. Дальше, что я заказала, дальше пойдут средства для дома. Это средство для плит духовок, это просто абсолютный хит, его заказывают все и всегда, независимо от цены. Когда я говорю, давайте подождем акцию, мне говорят, ой, нет, нет, никакой акции, мне оно нужно, 250 рублей по году нельзя, лишь бы не тереть. Поэтому посмотрите мои видео, кому интересно, как это средство действует, если вы его еще не пробовали. И я уверена, что вам оно понравится. Следующее, что заказали, это вот такую парочку. У нас уже второй каталог. Средства для мытья посуды и мыло идут вместе по акции. То есть, когда их покупаешь раздельно, они получаются намного дороже. Если покупать вместе, это всего лишь 209 рублей. Мыло для кухни с ароматом зеленого чая. Оно у меня в данный момент, лично я его использую, мне очень нравится аромат. И тоже мое любимое средство для посуды с лимоном и мятой. То есть, это аромат такого коктейля мохито. Если вы когда-либо его пробовали, пили, мне очень нравится этот коктейль и мне очень нравится этот аромат, вот это сочетание. Следующее, что я купила себе, конечно же, не могла пройти мимо и попробовала. Купила на пробу ультракондиционер цветочно-пряный. На 25 стирок он рассчитан, но у меня всегда, всегда абсолютно все кондиционеры расходуются гораздо экономичнее. Я не использую целую крышечку, я использую половинку-две трети примерно, в зависимости от плотности белья. То есть, какие-то шерстяные вязаные вещи, конечно, я побольше добавляю. Или махровый полотенцем. Если что-то полегче, вроде вот таких вот тоненьких футболок, то я могу налить вообще чуть-чуть. А иногда забываю наливать и все равно вещи выходят мягкими. Видимо, смываются остатки предыдущих кондиционеров и этого даже, даже этого достаточно. Что насчет аромата? Аромат цветочный. Насчет пряного, есть ноты пряные. Мне они очень нравятся. Так же, как мне нравится мыло для кухни с пряным ароматом. Я думаю, что это будет мой любимчик после аромата с орхидеей. Мне он очень нравится. Конечно, здесь из флакона он слишком концентрированный, но не отталкивающий. Для меня не отталкивающий. Мне очень нравится. Обязательно попробую вам и расскажу. Ну, либо в пустых баночках. Следующее, что я купила себе. Вообще, впервые покупаю водный спрей-освежитель воздуха. Уже я очень много слышала положительных отзывов об этих освежителях. И, ну, прям захотелось. Честно говоря, я за такие деньги освежители не покупаю. Я покупаю гораздо дешевле освежители. И стараюсь покупать, знаете, какие с сухим распылением, которые не оставляют никаких капелек на стенах. И у меня еще в туалете кнопка. То есть, у меня полностью заделаны все трубы. И когда брызгаешь обычным освежителем, вот эта хромированная кнопка, она прямоугольная, то она сразу вся в брызгах. Это очень некрасиво. Поэтому я покупаю сухое распыление. Я боюсь, что водный спрей будет, конечно, оставлять капли. Ну, посмотрим вообще, как он работает. Обязательно вам поделюсь с вами своими отзывами. Ну, и по поводу аромата. Аромат. Написано «зимние ягоды». Нарисовано, по-моему, здесь клюква, брусника, скорее всего, рябина. И почему-то ежевика и малина, мне кажется. Ну, какие-то не очень зимние ягоды, но аромат ягодный. Очень приятный. Кто-то сравнивал с компотом, с ягодным. Да, очень даже похоже не на компот, наверное, на морс. Я сейчас его открыла, делала паузу, чтобы открыть. Открывается легко, то есть нужно просто нажать на кнопочку. С одной стороны, вот так нажала, я закрыла. С другой стороны нажимаю, я его открыла. Достаточно капельное распыление. То есть он не, все-таки не слишком мелкодисперсную такую пыль распространяет. Капельки падают, то есть нижний почему-то у меня прям каплями падают. Ну, и вот такая влажная рука. Посмотрим. Аромат очень приятный, мне очень нравится. Я не пожалела, что купила. И что мне нравится, он... Я почувствовала разницу, да, освежителей. Обычные, аэрозольные, которые мы покупаем в баллонах, какой бы аромат ты ни купил, ты все равно знаешь по запаху, что это освежитель. То есть ты никогда не подумаешь, что пахнет, допустим, кондиционером для белья, да, или ты никогда не подумаешь, что пахнет порошком, или никогда не подумаешь, что пахнет духами. Каким бы освежителем ты спреем вот этим не набрызгала, аэрозольным, ты все равно узнаешь, что это освежитель. Вот какой это компонент так работает, я не знаю. Но вот этот аромат работает по-другому. Он действительно пахнет чем-то очень приятным. Возможно, даже какими-то духами, я бы сказала, да, фруктовыми такими. Но 100% не освежителем. То есть это гораздо приятнее, чем обычный освежитель. Я думаю, что он мне понравится. Следующее, что я вам покажу, это колготки. Все знают, какие классные колготки выпускает компания Фаберлик. Они мне тоже очень нравятся. Они шелковистые. И я раньше носила колготки и такой разницы не чувствовала, как я почувствовала сейчас. Когда я купила трикотажную плотную юбку, и наши колготки я все в стирку убрала, а достала, какие были. Ну, какие-то там у меня были. А они не шелковистые. Девчонки, юбка цепляется на них. Ну, просто какой-то ужас. Не помогает ни антистатик, ничего. То есть они не такие гладкие. И юбка по ним не скользит. И я сегодня буквально весь день проходила. Она у меня вся вот так по ним цеплялась. Ну, это был тихий ужас просто какой-то. Что хочу сказать про колготки. Они у нас сейчас идут по акции. В этом каталоге, в следующем каталоге. На них очень хорошая скидка. У нас на колготки вообще очень редко бывает скидка. На 20 и на 40 ден. В общем, рублей 60, что ли, конкретно на эти колготки на 40 ден. Она есть. Поэтому у кого еще на складе они остались, заказывайте. У меня, кстати, дымчатый цвет. Это не черный, это дымчатый и 40 ден. Кстати, 20 деновские колготки у меня всегда большимерят. То есть я себе 20 ден беру XS на свой рост 164. Вес у меня 57-58 килограммов. Гуляет плюс-минус. Также у меня в заказе есть теплые колготки из бамбукового волокна. Это не мои. И такой темно-серый меланжевый цвет. Я их не буду распечатывать, поскольку они не мои. Ну, боюсь, что что-то там может повредиться. Дальше. На подарки уже у меня заказали. Посмотрите. Сейчас по акции 199 рублей. Скраб для тела. И пена для ванны. Мятный шоколад. Очень приятный запах. Это, я уже сказала, не моя покупка. Дальше. Что еще не из моего? Блеск для губ. Вот такой плоский. У нас сейчас тоже по акции. И помада Модельер цвета. Я точно знаю ее название. Она как бонус за покупки идет 159 рублей. В общем, девчонки, эта помада имеет очень плотное нанесение. Она в виде карандаша, но она совершенно не твердая. Она очень приятная в нанесении, но очень плотная в цветах. То есть, ее нанести... С первого раза можно ее накрасить. И ее очень все хвалят. Но у меня нет ее, поскольку у меня в принципе очень много помад. И вот такое плотное нанесение я не очень люблю. Поэтому я ее не покупала еще себе. Дальше. Что я заказала себе? Заказала на пробу новинку тушь. Про которую не очень однозначные отзывы. А в основном все такие ближе к негативным. Вот эту вот новинку из серии Секрет в таком полуматовом футляре. Такая вот смешная какая-то треугольная кисточка. Почему я купила? Вот когда нахваливают тушь, я покупаю, она мне 100% не нравится. Вот эту вот все уже, как бы это помягче сказать, поругали. Поэтому я ее купила. Все, мне кажется, значит это будет моя тушь. Ну посмотрим. Следующее, что я купила на подарки. Тоже на такие мелкие, может быть там, ну коллегам или еще кому-то. Не знаю, прям вот такие мелкие подарочки. Купила свой любимый крем для рук. Мне очень нравится и качество, и аромат. И у меня на работе такой был. Я на работе использовала такой крем. Сейчас вместо него у меня с ароматом манго. Аромат манго мне перестал нравиться в креме вообще. То есть была неадекватная замена вот этого крема на крем с ароматом манго. Качество у того крема хорошее. Но аромат прям уходит в какую-то противную ноту. Я прям не могу им пользоваться. Поэтому один на замену тому вот этот унесу себе опять на работу. Буду пользоваться. Следующее, что я еще купила. И тоже из серии лакрем я купила два мылца. Их, конечно, можно было выменить на баллы. Но мне захотелось купить. Потому что, по-моему, какого-то из них по баллам нет. Может я ошибаюсь, конечно. Ну, в общем, я купила себе два мыла. И почему-то я, когда варила мыло, я не использовала мыло Фаберлик. Хотя было бы логично, да, сварить мыло. И попробовать разрезать наше мыло Фаберликовское. И попробовать залить его в форму. Возможно, я это сделаю. Я подумаю, если будет время, то сделаю. И купила я своему сыночку новую зубную пасту с грушей 6+. Тоже сейчас она, это новинка. Идет по акции каталога. С каким она ароматом? Вот говорят, пахнет грушей. А для меня пахнет конфетами дюшес. Или газировкой дюшес. Вот именно этот аромат. У меня абсолютная ассоциация вот с этой пастой. Паста идет зафольгированной. Я, конечно, уже ее открыла. И вот такая она гелеобразная, зелененького цвета. Давайте я вам выдавлю, покажу. Вот прям как мармеладка она. Очень приятно пахнет. Я думаю, что моему сыночку понравится. Ему, в принципе, нравятся все наши пасты. Он ими пользуется. Ну и еще что хотела вам показать. Я сколько покупаю вещей и все сдаю, да? И нет бы мне остановиться, но я все равно покупаю. И в этот раз я заказала себе брюки. Я заказала себе трикотажную синюю юбку. Она называется в каталоге почему-то серо-синяя. Но серого оттенка я в ней не нашла. Возможно, у меня просто сейчас вечернее освещение. И я что-то проглядела. И у меня еще в заказе есть серебристая водолазка. Я вам сейчас просто издалека их покажу. А примерить сегодня не смогу. У меня нет достойного освещения вечерами. Поэтому водолазку мне придется отдать. И на себе ее не покажу. Я быстро про нее расскажу сейчас, когда достану. Ну, а вещи вам постараюсь примерить. Скорее всего, завтра вечером, либо в воскресенье. Ну, сейчас давайте я достану и быстренько покажу вам. Вот такая водолазка с люрексом. Сейчас, кстати, в каталоге распродажи одежды. На нее небольшая скидка. И называется трикотажный джемпер с высоким воротом для женщин. Светло-серый, размер 44. Состав 51 полистер, 22 вискоза, 27 люрекс. Артикул 37W2901. Светло-серый цвет. Они еще там в двух оттенках есть. 44 размер. Я, конечно же, на себя померила. И давайте сразу скажу. Во-первых, она достаточно тоненькая. Видите меня, да, через нее? То есть она не плотная, но белье не просвечивает. То есть явно не видно. Если, конечно, вы черное белье наденете, я думаю, что его будет заметно. Дальше. У кого плечи расширены, как у меня, вам будут коротковаты рукава. Я повторяю. У меня рост 164 см. И у меня она практически вот так же, как вот эта футболка. Поднимается вот этот шов плечевой. Сюда поднимается. И из-за этого становится укороченный рукав. То есть, когда я пожестикулирую, когда я вроде стою прямо и не двигаюсь, она вот так примерно, как только я начинаю жестикулировать, поднимать руки там, ну, в общем, совершать обычные движения, как в жизни мы делаем, она задирается и становится видно косточку. То есть для вот таких, у кого широкие плечи, вам будут короткими рукава. Если у вас нормальное, средне-стандартное плечо, то вам она будет хорошо. Через горло она оделась прекрасно. Горловина хорошо тянется. Дальше люрекс. Я думала, он будет более колким. Но нет, он не колючий. Но таким, как я с очень чувствительной кожей, я боюсь, что вам не очень понравится в ней, поскольку все равно он заметный. Но если вы можете носить шерсть, махер, если вы спокойно к этому относитесь, вам эта водолазка будет комфортна. Я могу вам ее рекомендовать, поскольку она очень симпатично смотрится. Она не подчеркивает ничего вашего лишнего. Она сидит по телу свободно. В принципе, она мне понравилась. Если бы я могла спокойно переносить вот качество таких тканей, я бы, скорее всего, себе заказала. Я, кстати, хожу в золотистой кофте от Фаберлик, тоже с люрексом. Она тоже жестковата. Я терплю, хожу, но вот именно, что терплю. Дальше, что я заказала. Это моя уже покупка. Вот такие трикотажные брюки с двумя замками по бокам. Честно говоря, это прям леггинсы. То есть, они обтягивают ногу, как колготки. Ничего в них выдающегося, кроме вот этих замков, нет. Но большой плюс, они очень мягкие. Они мне очень понравились, и я даже хочу их оставить. Единственное, я не знаю, с чем я их буду носить, потому что, честно говоря, мне уже в моем возрасте надо немножко как-то скрывать попку. Сзади, кстати, они брюками не выполнены. То есть, здесь нет никаких карманов, ничего. То есть, понять, что это, плотные колготки или брюки, непонятно. Ни внизу ничего здесь нет. Никаких замочков, ни разрезиков. То есть, это прям такие трикошечки, честно говоря, да. На широком сверху поясе. Но они настолько мягкие, настолько удобные, настолько они мне нигде ничему не перетягивают. Я их надела и захотела их сразу же себе оставить. Но если я закрою какой-то удлиненной кофтой вот эти замки, то смысл потеряется. Ну, в общем, они тоже со скидкой сейчас по распродаже. И, честно, прям хочется мне их оставить впервые вот за столько времени, сколько я покупаю одежду. И дальше, что я еще купила, это вот такую вот синюю трикотажную юбку. Вот она, видите, называется серо-синяя. Ну, возможно, у нее такой неярко-синий цвет. Возможно, из-за этого они посчитали, что она серо-синяя. Но я не вижу серого цвета. Очень тонкая. Мне на 44 размер, почему-то вот здесь вот есть лишние сантиметры по бокам. И когда я надеваю, они сборят. Но я вам надеюсь все-таки показать эту одежду на себе. И вы поймете, о чем речь. У нее нет подклада. У нее даже никак не закреплен вот этот пояс широкий. И самый большой минус, который я обнаружила в этой юбке, у нее потайной замок. Он, конечно, очень туго, как все потайные замки, расстегивается, застегивается. Но у него с обратной стороны нет никакого дублирующего замочка, чтобы на случай, если она вот здесь вдруг начнет расстегиваться, чтобы она не слетела с пояса. То есть нету ничего вот здесь вот дополнительного, чтобы она держалась на поясе. В принципе, юбка мне понравилась. Она на мне сидит свободно. Но, во-первых, она очень тонкая. И, конечно же, под нее видно всякие шовчики на белье. Будет видно швы на колготках. Это не будут обязательно просвечивать. Но она висит, ой, висит. Она сидит как-то невесомо. И, в принципе, мне понравилась. Ткань вот такая тянущаяся. Мне, честно говоря, напомнило подклад из юдашкинских платьев. Ну, немножко поплотнее, конечно, здесь ткань. Вот. В целом, юбка мне понравилась. Особенно за те деньги, которые я купила. За нее заплатила. То есть это порядка 600 рублей. Я считаю, что за 600 рублей, в принципе, нормальная юбка. Хотя я тут в Глори-Жинс за 450 рублей купила юбку гораздо круче, которая смотрится просто получше. У меня уже есть синяя юбка, в принципе, которую я ношу. Я подумаю, оставлять ее или нет. Примерю еще с вами, посоветуюсь. Но это будет немножко позднее. Ну, а на этом все. Спасибо большое, что досмотрели очередное мое видео. С вами была Марина Соловьева. Если вы хотите покупать, кстати, Фаберлик со скидкой, вы можете проходить по этой ссылке. Не бойтесь, регистрируйтесь. Я вам пришлю приветственное письмо со своими контактами. Можете обращаться ко мне за помощью. Всем большое спасибо. С вами была Марина Соловьева. Всем пока.